Всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я хочу поделиться с вами идеями, чем можно наполнить свои блокноты. И, соответственно, покажу свои. Мы все любим канцелярию, любим ее очень сильно. Все эти блокноты, записные книжки, скетчбуки. Любим это трогать, покупать. Но большую часть времени они так и лежат пустыми. Как не жалеть о сделанной покупке, и что туда писать, и как там рисовать? Сейчас я вам покажу. Буду показывать вам все вперемешку. Начнем с моего скетчбука для цветных карандашей и лайнера. В этом году я поставила себе цель полюбить цветные карандаши. Неважно, акварельные или простые. И начала активно ими рисовать. Чуть позже я покажу первый свой блокнот с карандашными рисунками. А это вот уже результат этого октября и ноября. Суть идеи довольно простая. Выделите один скетчбук, лучший из плотной бумаги. Скетчбуки вообще должны быть только из плотной бумаги. Для того, чтобы освоить какую-то одну технику. Либо один материал. Это может быть гуашь, это может быть акварель или цветные карандаши, как в моем случае. Идем дальше. Мой первый bullet journal. Я его вела в 2015-2016 году. И это был действительно первый раз, когда вела арт-ежедневник, куда записывала свои планы, свои ежедневные задачи. И при этом как-то графически и приятно его оформляла. Как вариант, вы можете, а не важно тоже, в точечку, в линеечку. Это абсолютно не имеет никакого значения. Любой блокнот можно приспособить под bullet journal. Сейчас у меня заканчивается блокнот этого года, который я вела как bullet journal. В нем огромное количество моих рисунков, каких-то вырезок из журналов. И уже есть заготовочка, уже есть чистенький ежедневник для 2020 года. Я буду вести его в том же стиле. Если вы не хотите совмещать какое-то творчество личного характера с целями, планами, ежедневными задачами, то вы можете просто вести арт-дневник, арт-блокнот. Он будет служить таким вечным местом вдохновения. Вы можете наполнять его цитатами, стихотворениями, собственными мыслями, которые вас как-то могут замотивировать, чем угодно. Главное, это должно быть красиво и радовать вас. То есть помимо ежедневника можно иметь что-то вот такое, очень креативное, очень вдохновляющее. Дальше. Блокнот для самопознания, которым я очень горжусь и назвала его «Обо мне». Я купила его в фикс-прайсе рублей за 50 в году 2017. И сразу же заполнила вопросами, которые находила в интернете, в книгах. Есть специальное издание ежедневников для саморазвития, в котором уже есть перечень вопросов, на которые отвечая, человек лучше понимает себя, лучше, опять же, запечатляет свою жизнь, чтобы потом возвращаться, перечитывать и ностальгировать. Это невероятно вдохновляет. Поэтому, если у вас есть такой блокнот, можете сделать нечто подобное. Институт давно закончился, но ежедневник для учебы у меня все еще есть. Сюда я конспектирую прочитанные книги, интересные статьи по рисованию, фотографии, видеосъемке из интернета. Сюда же я записывала важные конспекты по работе, которая недавно закончилась, и многое-многое другое. Все равно необходимо продолжать учиться. Если для этого у вас есть специальная книжечка, к которой вы всегда возвращаетесь, вам не нужно напрягаться, чтобы брать какую-то постороннюю тетрадку, блокнот и куда-то записывать важную информацию. Блокнот специально для учебы. Тоже советую вам такой завести. Вот и мой первый карандашный скетчбук. Рисунки были простые, идей никаких не было изначальных. Большая часть перерисована из интернета или еще откуда-то. Но я узнавала новый материал, поэтому все равно этим горжусь. Помимо блокнота для освоения какого-то нового стиля или материалов, можно еще завести арт-блокнот, скетчбук для зарисовки собственной жизни, для перерисовки фотографий, сделанных вами же, каких-то моментов интерьера. Неважно. Главное, чтобы это было не постороннее, не чужое, не картиночки с Пинтереста, а чтобы это было ваше личное. Вот сейчас я веду уже несколько месяцев такой акварельный блокнот, и это действительно самое лучшее, что я когда-либо рисовала и делала. Хотя бы просто потому, что это мое и это про меня. Это дает очень большое удовлетворение внутреннее. Поэтому советую выделить скетчбук из для такого тоже. И последнее. Чтобы записывать свои ежедневные задачи было не скучно, выделите для этого не обычный какой-то блокнотик отрывной, а блокнот с черными листами и купите гелевую ручку. Так действительно гораздо необычнее, приятнее смотреть, хочется к нему возвращаться. Черная и крафтовая бумага – это в принципе очень крутые вещи, которые сейчас в легком доступе и стоят недорого. В принципе, наверное, вот и все идеи. Это блокноты, которые вела и веду я. Надеюсь, что немного вдохновило вас, и будет меньше пустых листов и больше заполненных и зарисованных. Если вам интересны блокноты рисования, то подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка, конечно же, всегда в описании. Помимо этого, веду паблик ВКонтакте про творчество и минимализм. Жду вас там тоже. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.